всем огромный привет вы находитесь на канале сказочная страна амигуруми и сегодня я хочу вам показать вот такой вот вот такую игрушку это крабик тянучка у него двигаются глазки у него двигаются клея шне можно играть с ним это игровая игрушка связано она из ярна джинса на тяжется она легко и быстро нету здесь очень сложных деталей единственное что в конце надо будет симметрично и пропорционально сшить все детали но думаю это сложности не вызовет у вас давайте измеряем размер этой игрушки значит длину это 17 сантиметров ну а в ширину если сама туловище то она где-то 9 сантиметров ну а с глазками 24 сантиметра с глазками клешни немножко больше 26 сантиметров в принципе вот такая вот игрушечка на небольшая единственное что здесь долго вывязывается вот эти вот все детальки длинненькие ну а так она очень простая вяжется она очень быстро и легко у меня это скороченный вариант единственное что я долго показывала как я сшивала детали а так в принципе как она вяжется все детали они вяжутся по прямой по кругу без никаких заморочек вот поэтому сама туловище не показывала как она вывязывается я вставлю схему потому что не захотела показывать очень долго затягивать принципе здесь нет ничего сложного в этой игрушки поэтому я думаю у вас все получится мушка думаю это очень интересно будет деткам увидела я в пинтересте тоже такие игрушечки не только видела но видела я лягушечек и еще кого-то не помню а и гуся по моему густянучка тоже вот и решила сделать крабиком надеюсь вам понравилась такая игрушечка если вам понравилось то приглашаю на свой мастер-класс и приятного просмотра это какая же пряжа нам понадобится она понадобится всего лишь три цвета пряжи это значит черное и белое для глазок и красный основной цвет этот цвет очень яркий красивый 90 цвет джинсы не очень нравится и понадобится два крючка два крючка это двоечкой два с половиной маркер ножнички холофайбер иголочка с ниточкой то есть все что нам необходимо и еще нам понадобится ткань ткань определенного размера но я вам скажу потом какого размера я ее сейчас кстати не измерила мы можем сейчас кстати с вами изменит и так нужно взять ткань 2 двойную ткань надо взять 19 на 12 если будет немножко больше это не имеет значения главное допустим взять 20 на 15 материал потом его просто по кругу вырезать как уже свяжем деталь значит и если она немножко больше ничего страшного мы его все равно будем подгибать эту ткань вот то есть это понадобится ткани иголка с ниточкой ткань не имеет значения какого она будет внутри и поэтому какого она цвета не имеет значения какой ниточка вы будете пришивать это тоже не будет видно поэтому приготовьте еще ткань в двух экземплярах вот и давайте начнем и так нам нужно связать две детали это будет наше тело вот так оно выглядит схему я прикреплю потому что не захотел это будет такой быстрый экспресс мастер класс можно сказать поэтому вяжется он по кругу чтобы не удлинять видео я прикреплю здесь где-нибудь схему именно вязание самого тела тело нужно связать в двух экземплярах вяжется крючком номер два с половиной вяжется на полустолбиками с накидом и крючком два с половиной а вот все остальные детали вяжутся крючком номер два и так сначала мы свяжем с вами щупальцы их должно быть четыре они полностью пустые и связаны стороны между собой то есть они не наполнены холофайбером и давайте свяжем с вами последний четвертый последнюю берем красную пряжу крючок номер два и набираем набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида 1 и 2 3 4 5 и 6 затягиваем колечко и провязываем второй ряд 6 столбиков без прибавок и убавок 1 2 2 3 4 5 так немножко загибать нужно и последнее 6 6 столбик дальше третий ряд провязываем так 1 столбик без накида следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю так нужно повторить еще два раза в конце ряда у нас будет 9 столбиков и дальше с 4 по 10 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 9 столбиков без накида то есть еще нам нужно повторить 1 столбик без накида и следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю и последний раз 1 столбик без накида и прибавка все теперь с четвертого по 10 ряд давайте провяжем 9 столбиков без накида и так провязала я 10 рядов вот такая трубочка получается я ее не набиваю складываю деталь пополам и за две стороны провязывая две стороны вместе вот так вот соединяю деталь до конца провязываем соединяя деталь отрезаю отрезаем ниточку и фиксируем все четыре лишь не у нас готовы маленькие и теперь давайте свяжем с вами большую клешню так 1 я пришлю связала теперь нам нужно связать точно такую же вторую клешню большую и давайте приступим берем красную пряжу и начинаем вязать кольцо амигуруми провязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 затягиваем колечко второй ряд провязываем так прибавка 1 при бабочка сначала и до конца ряда 4 столбика без накида давайте провяжем и так второй ряд я провязала во втором ряду у нас получается 6 столбиков третий ряд провязываем в начале 2 прибавки в первую петлю 2 столбика без накида и во вторую следующую петлю 2 столбика без накида 2 при бабочки в начале дальше до конца ряда провязываем 4 столбика без накида в третьем ряду у нас получается 8 столбиков без накида 4 ряд провязываем опять 2 102 прибавки в начале ряда затем 6 столбиков до конца ряда и в четвертом ряду у нас получается 10 столбиков без 5 ряд опять в начале 2 прибавки провязываем и до конца ряда 8 столбиков без накида в конце пятого ряда должно получиться 12 столбиков без накида 6 ряд опять провязываем в начале 2 прибавки затем 10 столбиков без накида в конце 6 ряда должно получиться 14 столбиков давайте так вяжем и так провязала я 6 рядов я уже отрезала ниточку зафиксировала вот такой вот часть маленького маленькой крышни получается теперь свяжем вторую часть точно такую же вот я уже связала вот 6 рядов точно такой же часть только единственное что мы продолжаем с вами вязать то есть до шестого ряда вторую клешню вот сейчас вам покажу первая клешня вот часть клешни поменьше 2 будет побольше но до шестого ряда мы вяжем обе клешни одинаково первую зафиксировали отрезали ниточку теперь продолжаем седьмой ряд второй части клешни вяжем так вначале ряда провязываем 2 прибавки 1 прибавка и 2 прибавка 2 столбика без накида в одну петлю ставим маркер в первый столбик и до конца ряда провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида так нужно провязать до конца ряда и всем дымом ряду у нас получится 16 столбиков без накида 8 и 9 ряд вяжем так 8 ряд вяжем 2 2 прибавки в начале в конце 14 столбиков и в восьмом ряду 18 столбиков без накида получается 9 ряд опять провязан вначале 2 прибавки затем 16 столбиков без накида в каждую петлю предыдущего ряда и в девятом ряду получается 20 столбиков давайте провяжем еще 8 9 ряд и так я провязала вторую большую клешню вот такая вот она вот получилось 9 рядов я провязала и теперь нам нужно соединить две детальки вместе значит как я соединяю я снимаю маркер 10 ряд провязываю десятом ряду я провязываю всего лишь четыре столбика 1 2 3 и 4 вот провязав 4 столбика соединяю со второй клешней со второй клешней я соединяю вот там где мы закончили с вами я отсчитываю 4 петельки вот 1 2 3 4 и соединяю вот вернее отсюда 1 2 3 4 и вот соединяю с четвертой петлей после того как мы закончили где мы закрепили ниточку и закончили ряд и соединяю я столбиком без накида крепенько так соединяю чтобы не образовалось отверстие и дырочки теперь на первой клешне у нас 14 столбиков а на 2 20 поэтому без прибавок и убавок мы провяжем ну пусть будет это продолжение 10 ряда то есть продолжаем вязать или пусть будет 11 ряд вот 11 ряд провязываем вот без прибавок и убавок провязываем можно поставить маркер в первую петлю там где нас было соединение вот и провязываем по 1 клешне 14 столбиков без накида и переходим на вторую клешню и вот так вот по кругу у нас должно получиться тридцать четыре столбика и 12 ряд мы провязываем тоже без прибавок и убавок 34 столбика без накида давайте провяжем и так провязали мы два ряда вот такая деталь уже получается у нас и теперь 13 ряд провязываем так снимаю маркер и провязываем 6 столбиков без накида 1 2 1 петлю ставлю маркер 3 4 5 и 6 провязали 6 столбика теперь провязываем убавку за передние полу петельки теперь провязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 4 и 5 дальше провязываем 1 убавку за передние полу петельки 1 петли и 2 за передние полу петельки провязываем убавку дальше 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 и 8 дальше провязываем убавку за передние полу петельки дальше провязываем 7 столбиков без накида и в конце провязываем убавку и так мы с вами провязали 4 убавки в конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков и дальше 14 и 15 ряд мы провязываем 30 столбиков без накида без прибавок и убавок по кругу давайте провязываем 2 ряда и так вот я провязала 15 рядов 16 ряд вяжем так снимаю маркер и провязываем 3 столбика без накида в первую петлю я ставлю маркер первую петлю и провязываю убавку так нужно провязать до конца ряда еще пять раз всего шесть повторений в шестнадцатом ряду должно получится 24 столбика без накида и 17 ряд провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида и так провязала 18 ряд теперь вяжем так снимаем маркер и провязываем 2 столбика без накида в первую петлю ставлю маркер и провязываю убавку так нужно провязать до конца ряда должно быть 6 повторений в этом ряду таких и в восемнадцатом ряду нас должно получиться 18 столбика без накида 19 ряд провязываем 18 столбиков без накида без прибавок и убавок это провязали мы 19 рядов я уже набила деталь потому что мы сейчас будем делать или вывязывать вот эту длинную часть поэтому лучше набивать постепенно деталь чтобы потому что потом вообще невозможно будет ее набить и так 20 ряд провязываем так 1 столбик без накида следующую убавка так нужно провязать до конца ряда еще пять раз всего шесть повторений в этом ряду в двадцатом ряду должно получиться 12 столбиков без накида и дальше с 21 по 81 ряд вот этого часть длинную мы будем вязать без прибавок и убавок 12 столбиков без накида при этом и постепенно каждый раз набиваем деталь чтобы она была наполнена постепенно все давайте с вами про вяжем и встретимся так провязали мы восемьдесят один ряд вот такая деталь получается я постепенно набивала холофайбером потому что такую длинную деталь очень сложно набить потом поэтому постепенно я вам говорила 82 ряд провязываем так один столбик без накида и в следующую прибавка два столбика без накида в одну петлю в первую петлю ставлю маркер и так продолжаем вязать до конца ряда 82 ряд нужно повторить так шесть раз в конце ряда у нас получается 18 столбиков с накидом 83 ряд делаем два столбика без накида плюс прибавка так повторяем шесть раз в конце 24 столбика и дальше восемьдесят четвертый восемьдесят пятый восемьдесят шестой и восемьдесят седьмой ряд мы провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида давайте провяжем и так провязали мы восемьдесят семь рядов вот такой вот здесь шарик получается я уже набила полностью трубочку вот и теперь 88 ряд снимаем маркер и провязываем 2 столбика без накида первую петлю я ставлю маркер и убавка так нужно провязать еще пять раз всего 6 повторений восемьдесят восьмом ряду и 18 столбиков в конце восемьдесят девятый ряд мы провязываем 1 столбик без накида плюс убавка так повторяем шесть раз конце 12 столбиков и 90 ряд это 6 у бабочек давайте провяжем и не забудьте наполнить плотненько шарик наш в конце и так провязала я 90 рядов я набила деталь последнюю зафиксировала ниточку оставила для пришивания и отдела иголку и теперь вот это отверстие которое у нас есть за полу петельки мы просто стягиваем колечко за полу петли затягиваем теперь я фиксирую узелочка несколько делаем узелочков и теперь центр видите вот здесь вот есть такой вот бугорочек чтобы его не было я в центр ввожу иголочку постараться нужно центр вот и вывожу любое место все и вот так вот натягиваю ниточку и прячется бугорочек все выправляю и прячу ниточку в тело в деталь несколько раз так иголочка толстенькая для такой детали обрезали ниточку и большая щупальца у нас готова теперь давайте с вами свяжем с вами глазик глазик выглядит вот так тоже получается вместе с ножкой и вот так вот выглядит и давайте свяжем с вами вторую второй такой глазик и так начинаем глазик начала глазика я уже связала вяжется по кольцу с прибавками и набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми второй ряд это 6 прибавок третий ряд 1 столбик плюс прибавка так повторяем 6 раз в конце 18 столбиков четвертый ряд 2 столбика без накида плюс прибавка так повторяем 6 раз в конце двадцать четыре столбика и пятый ряд провязываем 3 столбика без накида плюс прибавка так повторяем 6 раз в конце 30 столбиков 6 7 8 и 9 ряд мы провязываем 30 столбиков без накида без прибавок и убавок давайте провяжем провязали мы 9 рядов теперь вот такая деталь получается 10 ряд провязываем так 3 столбика без накида 1 2 3 и убавка так нужно провязать еще пять раз всего шесть повторений десятом ряду десятом ряду у нас получается 24 столбика без накида 11 ряд провязываем 2 столбика без накида плюс убавка так повторяем 6 раз конце 18 столбиков 12 ряд 1 столбик без накида плюс убавка так повторяем 6 раз конце 12 столбиков и дальше с 13 по 75 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида давайте провяжем и так провязала и 75 рядов вот такая деталь получается теперь провязываем так 76 ряд 1 столбик без накида следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю первую петлю я ставлю маркер и так нужно провязать до конца ряда еще должно быть по 5 повторений следующем ряду в семьдесят шестом у нас должно получиться 18 столбиков без накида и 77 ряд провязываем так 2 столбика без накида плюс прибавка так повторяем 6 раз конце 24 столбика и дальше 4 ряда мы провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида это 78 79 80 81 все давайте провяжем и так провязали мы вот такая деталь получается теперь 82 ряда теперь делаем убавки снимаем маркер и провязываем 82 ряд так 2 столбика без накида и следующую петельки провязываем маркер ставлю я в первую петлю 82 ряд нужно провязать еще пять раз всего 6 повторений 82 ряда у нас должен получиться 18 столбиков без накида 83 ряд 1 столбик без накида плюс убавка так повторяем 6 раз в конце 12 столбиков 84 ряд 6 у бабочек все давайте провяжем и набьем наше колечко и так довязала я деталь вот так уже получается теперь осталось у нас 6 петель я уже зафиксировала ниточку и нам нужно стянуть иголочкой отверстие за полупетли я ввожу иголочку и стягиваем колечко все теперь стягиваем фиксирую я обычными узелками они все равно спрячутся во внутрь и не будут на мешать и будет все красиво все теперь центр я вставляю иголочку а вывожу в любое любое место вот так вот подтягиваю и скрывается вот этот вот бугорок который здесь узелочков наложен если у вас не еще не ушел этот бугорок то вот смотрите то можно вернуться и еще раз центр ставить у меня получилось первого раза поэтому я путаю ниточки деталь все обрезаю хвостик все вот такая деталь готова теперь давайте свяжем глазик и белок и так вяжем глазки я уже связала значит здесь вяжется по кругу набираем 6 столбиков кольцо амигуруми затем второй ряд 6 при палочек во втором ряду 12 столбиков и третий ряд один столбик без накида плюс прибавка в общем в третьем ряду получается 18 у нас столбиков и зрачок черного цвета тоже в кольцовом и грубе 6 столбиков без накида ниточку зафиксировали и оставили для пришивания теперь нам нужно пришить зрачок белку пришиваем и ровно по серединке я уже приготовила иголочку и просто пришиваем обычными стежками через каждую петелечку по всему глазику давайте пришьем и так решили мы зрачок белку вот по серединке вот такой глазик получается теперь нам нужно взять вот эту деталь там где два круглых шарика и там где у нас мы вязали 30 столбиков 30 столбиков в ряду то есть побольше это будет наш глазик мы его прикладываем белку вернее глазику белок прикладываем и нужно прошить полностью по кругу все давайте прошьем я уже отдела иголочку вот и давайте пришьем глазик тоже по серединке вот таким вот образом можно подколоть иголочками чтобы не ерзался и давайте пришьем а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 так как он нам нужен если будет немножко неровно ничего страшного это будет все равно внутренняя часть поэтому вот так можно немножко подправить и еще раз подколоть все давайте эту сторону подколи и так приколола я иголочки вот один ряд я пропустила вернее чтобы он выглядывал и не заходил за пределы первого ряда теперь нам нужно просто прошить обычной иголочкой вот я приготовила обычную иголочку с не . и просто мелкими стяжками прошить по всей детали и средней плотности набить холофайбера то есть оставить небольшой небольшое отверстие сначала прошиваем потом небольшое отверстие и средней плотности набиваем холофайберам и это и зашивая полностью деталь и Все, давайте с вами прошьем полностью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 Дальше Дальше Там где у нас маркеры стоят мы эти петельки будем сшивать то есть это петельки считаются как для сшива то есть свободны у нас между глазиками свободных 4 петельки но вместе с маркерами получается 6 теперь на глазки уходят по 7 петелек с одной и с другой стороны на клешнике тоже теперь между глазиками и клешнями уже отсчитываем в 2 в 2 стороны отсчитываем 1 2 3 4 5 6 7 7 свободных петелек 7 и вставляем маркер в восьмую получается на сам саму щупальцу идет 7 свободных петелек 1 2 3 4 5 6 7 и в восьмую вставляем маркер то есть с одной и с другой стороны свободных 7 петелек на одну и на вторую сторону уходит по 7 петелек между глазиком и щупальцами свободные 7 7 петелек но так как мы будем сшивать там где маркеры тоже поэтому здесь получается 9 вместе с маркерами между глазиком и щупальцами теперь переходим у меня просто не хватило остальных маркеров но тут внизу точно также считать мы будем считать значит здесь идет на маленькие щупальцы идут по 4 петли вот здесь идет у нас 4 столбика мы связывали вместе две стороны идет четыре столбика поэтому у нас на щупальцы идут по 4 петельки между большие большой щупаль шупальцы и маленькой идет один два три петли и вставляю маркер в четвертую получается отсчитываем от последнего маркера от последнего маркера отсчитываем 1 2 3 свободные петли и в четвертую вставляем вставляем вместе со щупальцем потому что мы будем ее пришивать во внутрь так как у нас 4 петли идет на щупальцы значит мы на щупальцу оставляем две свободные и вставляем следующий маркер на конец щупальцы маленькой так между маленькими щупальцами идет 4 петли 1 2 3 4 и вставляем опять 4 петли идет на маленькую щупальцу и 1 2 3 4 вставляем уже на заднюю часть на нижнюю вернее часть внизу мы точно так же на маленькие ой на щупальцы внутри у нас идет по 7 разница идет точно так же между глазиками между глазиками на 7 свободных между вернее не глазиками а между глазом и щупальца между глазиками идет по 4 свободные 1 2 3 4 то есть вниз внизу мы делаем точно так же как и вверху все давайте будем я приготовила толстую иголочку ниточку джинса по длине и и мы будем сшивать в каждую петлю и я буду сшивать два раза то есть два стежка буду делать в одну в одну петлю еще переход переход я буду делать между вот вставляя иголочку и переходить буду каждую не буду отдельно скажем так отрывают на узелочек завязывать а просто буду делать переход переход буду делать вот так вот между петельками я вам все покажу вот так вот между петельками я буду переходить восьмеркой чтобы не обрезать нить и не затягивать и тогда у нас будет все нормально все давайте начнем вот так вот в принципе вот Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! 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 пришиваем вот и еще два раза вот теперь перехожу я на клешню которая у меня вот маленькая я вставляю иголочку в туловище вот я снимаю маркер вставляю клешню вот в петельку на туловище затем ввожу в клешню вот в клешню ввожу вот и затем ввожу на обратной стороне туловища вот с обратной стороны еще раз раз два на клешне и на туловище вот то есть захватываю три детали я вставляю возвращаюсь и еще раз вставляю сюда же в петельку клешню и вот в еще петельку тут конечно немножко проблематично но дело в том что вот и еще раз прохожусь теперь я вставляю в следующую петельку вставляю в петлю во вторую петлю на клешне вот сюда в клешню и в петелечку на туловище вот раз и возвращаюсь в первую затем еще раз ввожу и возвращаюсь затем еще раз ввожу и уже перехожу на следующую в третью и в третью вот на обратной стороне вот на обратной стороне и теперь здесь несколько стежков сделаю 23 это не имеет значения главное чтобы это было несколько раз чтобы плотненько вот так и теперь снимаю маркер и в последний вот на туловище в петелечку и вот на обратной стороне туловище и еще раз и еще раз можно все теперь клешни мы пришили вот теперь переходим обратно на между деталями петельки которые мы прошиваем несколько раз раз теперь опять следующие и так постепенно не спеша прошиваем по несколько раз вот снимаю маркер и в последнюю петельку делаю несколько раз несколько раз вот теперь перехожу вот делая восьмерки в обратно теперь следующую петлю я вставляю следующую петлю между петельками опять то сделаю восьмерку чтобы не закреплять ниточку вот делает такой вот переход не знаю как это объяснить мне думаю что вы поняли меня до следующего в принципе если не переходи то можно каждый раз делать узелочки вот перешли здесь я просчитала точно так же как и с верхней стороны то есть взяла взяла вот наши воздушные петли и вот первые наши при бабочки с одной и с другой стороны вот первое наши при бабочки я беру первое при бабочки вот они вот они первые при бабочки две отсчитываю эти при бабочки не считаю считаю от этих прибавок 2 2 петли 1 2 и во вторую вставляю маркер дальше отсчитываю 7 петелек и и вставляю опять маркер сюда вставку уже не не этот вставляю сюда деталь и выделяю опять между глазками у нас 4 петли вместе с вместе с маркером будет 6 потому что там где стоят маркеры мы тоже сшиваем петли мы не сшиваем петли только вот эти свободные которые между деталями там где стоят маркеры мы их сшиваем дальше определяем глазки глазки определили теперь от этих маркеров от последних маркеров которые здесь находятся мы отсчитываем 7 пить петелечек 7 свободных петелечек вот от маркера я отсчитываю 1 2 3 4 5 6 7 и в восьмую петлю я вставляю опять маркер с одной и с другой стороны и это будет уже там где мы отмечаем клешни с одной и с другой стороны вот ставим маркеры и здесь разница будет между глазками и клешнями и дальше на клешни у нас идет тоже по 7 отсчитываем и вставляем маркеры дальше ставили мы маркер с одной стороны теперь здесь маленькие клешни мы вставляем значит между большим и маленьким маленькой клешней у нас разница один-два-три свободные петли вместе с с маркерами будет 5 то есть 5 петелек с одной стороны 5 с другой и это будет начало наших наших маленьких клешней дальше на клешни идет по четыре столбика и между столбиками у нас получается 5 петелек в общем приблизительно вы поняли то есть чтобы это было равномерно и чтобы не выпадали у нас и свободно двигались у нас эти детальки ездили ну надеюсь надеюсь я правильно объяснила я уже старалась потому что уже сама даже запуталась вот очень сложно сначала просчитать все но принципе если просчитать и поставить маркер и все затем мы просто сшиваем деталь и она уже получается намного быстрее все давайте сошьем пришьем вот эти вот вот эту часть и встретимся а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok